Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Сегодня, 25 октября до 2009 года, страна отмечала так называемый День Республики. В 1990 году была подписана так называемая Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. Как вы помните, только 16 декабря Назарбаев в 1991 году объявил о независимости страны, когда в составе бывшего Советского Союза не осталось никого, мы ушли последней. Россия из того самого Союза ушла перед нами. То есть фактически Казахстан последний ушел из Советского Союза. Так вот, еще в 1990 году была подписана Декларация о государственном суверенитете. Еще в 1990 году. Но в 2009 году, этот день, который был праздничным днем, днем отдыха, Назарбаев тихо и без объяснений просто отменил. Но как вы помните, позднее он вел такой праздник, как День Первого Президента, который перенес на 1 декабря. И собственно 1 декабря страна торжественно отмечает День Нурсултана Назарбаева. Ну, мало того, что столица Нурсултан, улицы Нурсултан, памятники Султану, университеты, аэропорты, железная дорога, вокзалы и все прочее. Вот собственно теперь мы еще добавив ко всему, отмечаем День Первого Президента Нурсултана Назарбаева 1 декабря. Вот поэтому он наверное отменил. Я хотел бы в связи с этим просто наверное пояснить для тех, кто плохо понимает, что такое республика. И почему этот день отмечает фактически все страны мира. Ну, он в первую очередь конечно связан с тем, что страна становится независимой. И как правило в современном мире, как правило, говорят о том, что это республиканская форма управления. Что значит республиканская форма управления? Давайте мы посмотрим на нашу Конституцию. В Конституции говорится, что источником власти является народ. Вот собственно здесь основной посыл. Ну и собственно сама республика предполагает выборность. О том, что народные представители на всех уровнях власти представляют народ, тот самый народ, который является источником власти. И этот народ избирает или должен избирать своих депутатов, своего правительства, своего президента. Ну и фактически все органы управления на какой-то период. А затем, когда этот период проходит, назначаются новые выборы и люди снова избирают своих представителей во власть. Если говорить упрощенным языком, вот республика собственно вот так вот и выглядит. Конечно при этом, если углубляться, должны быть партии, депутаты, которые борются за депутатские места в парламенте. Должны быть на разных уровнях власти выборы. Давайте мы поймем, что же в нашей стране. Если говорить о Казахстане, мы наверное действительно не можем отмечать День Республики, потому что у нас нет ничего от республики. Все выборы фикция. Как вы знаете, выборы президента это фикция. Фактически президент назначается. Вот последние выборы, которые были, Хасмашимар Токаев, его никто не избирал. Его, как сам признался Токаев, еще более трех с половиной лет назад, Назарбаев ему сказал, что вот следующим президентом будет он. И вот собственно это и произошло. То есть, а кандидаты, которые хотели участвовать, они не были допущены. За кандидаты были внесены изменения, которые говорили, Говорили, что на этих выборах может участвовать человек, Если его выдвинула партия или общественная организация. Как правило, партия, общественная организация, они все под контролем власти, во-первых. Во-вторых, у человека должен быть стаж, Пятилетний стаж работы в правительственных структурах. Ну то есть, получается, что если ты не работал в государственных органах власти, То ты не имеешь права участвовать во всем мире, в республиках. И любой гражданин может самовыдвинуться на должность президента. А в нашей стране, в связи с тем, что, сами понимаете, Государственных служащих, там, менее 1% от всего населения, За весь период, который люди действительно поработали на госслужбе 5 лет, Потом ушли, их не наберется даже 1%. И получается, 99% людей, которые имели право участвовать, Голосовать, участвовать на выборах, их лишили такого права. То есть, такого, что вы понимали, нет ни в одной стране мира. Если страна объявляется республика, Если есть механизм избрания президента страны, То, как правило, все граждане имеют право участвовать в таких выборах. Вот, собственно, вот такими поправками, Нурсултан Азарбаев исключил возможность участия на выборах 99% населения. Что мы имеем? Сейчас мы имеем некого председателя Совета национальной безопасности, Самоназначенца, которого никто не выбирал, он сам себя назначил. И формально, якобы, выбирается президент, При этом центральная избирательная комиссия вся под контролем Азарбаева, Который считает голоса, и вы сами видели, как происходили выборы. Была тотальная фальсификация. Хорошо избрали президента. Хорошо избрали победителей партии, которые привели своих депутатов во власть. Но вы прекрасно знаете, что этих депутатов вы не избирали. Вы просто пошли, поучаствовали на выборах, на выборах в парламент, Где боролись, якобы боролись партии, и все они про-назарбаевские. Просто с разными вывесками. И понятно, что этот парламент полностью контролируется партией Нуратан. Ну а кто председатель партии? Опять председатель партии Нуратан Назарбаев, Который сам лично решает, кто может стать депутатом. Итак, получается, президента страны вы не избираете, Депутатов не избираете, Министров вы не избираете, не выбираете, Премьер-министры то же самое, Сенат вы не избираете, Акимов областей и районов, городов вы тоже не избираете, Судьи не избираете, Вообще никого не избираете. То есть это все на бумаге, а в реальности народ не является источником власти, то есть вся система политического устройства, которое сейчас Назарбаев называет республикой Казахстан, никакого отношения к республике не имеет. Более того, но представьте себе, что председатель национальной безопасности является Назарбаев, который сам себя назначил, никто его не избирал и он все указания дает президенту страны. Получается президент страны будет меняться, а над ними сидит неизменный вечный Нурсултан Назарбаев и дает указания, развивает страну в том направлении, которое он считает нужным и народ к этому отношения никакого не имеет. Как вы понимаете, республики в нашей стране нет. Теперь, если говорить о последних новостях, когда, ну вот так, скажем, Назарбаев прилюдно унизил Такаева, когда он говорил, двое власти нет, у нас есть президент страны и мы все на него работаем, помогаем, мы как команда. Ну, в реальности вы видели, что все с точностью наоборот, да и власти действительно нет, реально власть принадлежит Дурсултану Назарбаеву и последние указы Такаева, которым было озвучено, что все органы власти, их руководители, министры, Акима областей и так далее, все согласовываются с Назарбаевым и только после этого происходит назначение. Это просто показывает, что это президент, не обладающий никакими полномочиями. Ну и, собственно, комедийная ситуация наступила, когда министр юстиции Бекитаев говорил на казахском языке, что все решает Совет национальной безопасности во главе с Назарбаевым, а на русском сказал, нет, это решает президент страны Такаев. Как вы понимаете, то есть они пытаются выгородить Такаева, показать, что он рулит страной, а в реальности они говорят другое совершенно. Не получается говорить неправду, потому что механизм согласования предполагает, с кем ты согласовываешь, тот и главный. Главный кто? Нурсултан Назарбаев. Поэтому вы видите, что Такаев просто попал в глупую ситуацию, его вроде народ избирал, только у него нет никаких полномочий, это просто такая картинка, голова в очочках, который говорит какие-то слова. В основном неудачный, он недавно поехал в Россию и сказал, что вам надо активно работать в Центральной Азии, потому что мы были все в вашей колонии. Это хорошее заявление. То есть президент якобы независимой страны говорит, идите работайте в Центральной Азии, не уходите от нас, мы же ваши колонии. Ну а что он говорит в Китае, вы сами понимаете, в Китае, наверное, он еще круче говорит, что мы были в вашей колонии, мы ваши рабы и все прочее. Просто он говорит это на китайском, а мы не знаем китайский язык и мы, наверное, не можем возмутиться. Но если человек открыто говорит все это в соседней стране, мы все это слышим, вы сами понимаете, что он говорит на китайском языке. Я хотел бы вообще резюмировать вообще, где мы находимся как республика. Мы понимаем, что такое республика. Республика это действительно, когда граждане страны действительно являются источником власти. Они формируют власть, они ее назначают, они ее выгоняют, они ее увольняют. Именно народ диктует, что и как делать, как развиваться в стране. Это настоящая республика. Собственно, именно поэтому ведущие страны мира развиваются хорошо. Это я говорю об Америке и европейских странах. Почему? Потому что именно народ принуждает, заставляет, встраивает во власть тех людей, которые выполняют волю народа. Если это не происходит, значит это не республика. Теперь давайте посмотрим, в какой стране мы неожиданно оказались, когда какие-то ценности, которые у нас у всех возникают, формируют возмущение. Но почему-то они присутствуют в нашей жизни. Давайте мы просто вспомним прошлую неделю. На прошлой неделе было озвучено, что внук Нурсултана Назарбаева, Айсултан, покусал полицейского и получил год условно. Его разместили в клинику по лечению наркотической зависимости. Его оштрафовали. Вот представьте, это сын председателя Сената Дарьги Назарбаевы. Что-то я не слышал, чтобы по этому поводу Сенат что-то говорил, парламент говорил. Мы знаем, миллиарды долларов были арестованы у Дарьги Назарбаевой, но мы не слышим с ее стороны ни опровержений, ни возражений, ни объяснений. Мы на прошлой неделе были свидетелями, как брат Нурсултана Назарбаева, Булат, который вообще неизвестен как бизнесмен, который что-то такое для страны сделал. Вообще неизвестен. Известен только своими походами. Все его обвиняют, что он педофил. Педофил и насилует малолетних девочек. Об этом знает вся страна. И вот этот человек приезжает в Южный Казахстан, в район Шардары, устраивает кокпар, разные скачки, вытаскивает нагло доллары из кармана, рассчитывается, при этом прямо нарушая законы страны. Просто вы знаете, есть закон о валютном регулировании, который запрещает именно вот так оперировать свободно иностранные валюты в нашей стране. Да, многие из вас тем не менее это делают, но здесь обратите внимание, это младший брат президента страны, бывшего президента, который подписывал все эти указы, законы. И все эти законы нагло попираются на глазах у 30 тысяч человек, которые там были. По всей стране разошлись съемки. Этот человек непонятный кто он, бизнесмен, госчиновник, чем он себя проявил, откуда он заработал многомиллиардное состояние, а родственники Назарбаева все миллиардеры. Его сопровождает известная певица Махпал Жунусова, мужа ее, Нуркадилова, которого убили по приказу Нусултана Назарбаева. Она сопровождает младшего брата Нусултана Назарбаева Булата, поет песни, снимается, делает селфи на вертолете. И она летает с членами семьи убийцы ее мужа. Конечно, мы ей сочувствуем и все прочее, но представьте себе, что это все делается вот так вот открыто, на глазах у всей страны. И люди получают подарки от кого? От Булата Назарбаева, который обокрал вместе со своим братом всю страну и приветствуют его. Его сопровождает полиция, то есть частного человека, сопровождают государственные органы, охраняют. Рядом с ним акимы, известные люди и делают плов на многих тысяч. И мы этих людей не видим на митингах, на протестах. Они не возмущаются, что они живут в нищете. И они берут так называемые подарки из рук Булата Назарбаева, который вместе со своим братом каждый день на миллиарды долларов обкрадывает всю страну. Вот в какой стране мы живем. Или вот посмотрите интересный случай. Сегодня я увидел некий в кавычках бизнесмен Кудайберген, среди своих подписчиков в фейсбуке собирает деньги, чтобы купить себе айфон 11 серии. Это бизнесмен, который вроде как бы дарил квартиры, пожертвования различные делал. Ну мы все прекрасно понимаем, что это был человек, представитель власти, и его просто власть использовала дарящим, помогающим, бедным. Но если это бизнесмен такой, состоятельный, как бизнесмен, не стесняется просить деньги у подписчиков, там на полторы тысячи долларов, две тысячи долларов собирать. При этом считается, что он дарил недвижимость, жилье, деньги на сотни тысяч долларов. То есть я бывший бизнесмен, мне бы в голову не пришло просить деньги. Обычно, если бизнесмен состоятельный, он обладает возможностью помогать, если он хочет. Его никто в этом смысле не заставляет, у него нет никаких обязательств. Но просить деньги известному состоятельному бизнесмену, то есть уже, вы понимаете, рушатся вообще какие-то базовые принципы существования уже не просто страны, а просто человека. Как может богатый человек ходить просить деньги? Как может человек, который не бизнесмен, не состоятельный человек, нарушать нагло законы, расшвыривать деньги, проводить кок-пар и все прочее? И как может народ получать эти подачки, прекрасно зная, что они украдены у самого народа? Как может народ кидаться тысячами на плов, тысячами, и при этом не выходить на массовые митинги, вот как сегодня, ливанцы? Полтора миллиона человек вышли за то, что правительство решило сделать дополнительный налог на пользование ватсап 6 долларов в месяц. Полтора миллиона человек вышло. Правительство все это отменило, испугалось. Но люди стоят, требуют отставки всей политической верхушки. Они требуют, чтобы прекратилась коррупция. Они хотят кардинальных изменений. Они говорят, мы уже устали. 6 долларов в месяц. А здесь каждый день происходят такие события, когда каждый день должны миллионы выходить, если ориентироваться на примеры Ливана. И у нас тишина, наш народ есть плов. То есть, нынешняя политическая верхушка фактически создала такую ситуацию, когда страна вся живет во лжи. Вы помните, как в Советском Союзе мы жили? Молодое поколение, слушая сказки бабушек, они говорят, о, мы жили прекрасно. Нам квартиры бесплатно раздавали, работа у нас была. Все было шикарно. Я половину жизни провел в Советском Союзе и скажу, что это одна из самых страшных политических систем. Этот союз развалился. И когда кто-то печалится, говорят, якобы там какие-то враги развалили, я хочу вам сказать простые вещи. Хорошее не разваливается. Хорошая мебель не разваливается. Разваливается плохое, ужасное в плохом состоянии. И вы не забывайте, что в период Голодомора в Казахстане более половины населения погибло в сталинский период. Не говоря уже о репрессиях. Мы просто потеряли, как нация, свою возможность, когда нами управляло так называемое Советское государство. У нас ее независимость как такого не было. Жили в нищете, 20 лет стояли в очередях на квартиру. Диссиденты или противники советской власти попадали в психушку. Их сажали в тюрьму. А нынешний режим Назарбаева это просто осколок той самой Советской системы. Ну и вы знаете, как любой осколок, он становится еще хуже. Его края острые, можно порезаться. При этом это зеркало уже никуда не годится, потому что она расколота. Советский Союз просуществовал более 70 лет, развалился. Развалился, потому что это был лживый режим. Мы октябряты, пионеры, кто-то был коммунистом. Мы видели, что это лживая политическая система. Нам в детстве говорили, что вот царская Россия эксплуатировала труд детей. Но я, начиная с 10 лет, проводил половину учебного периода, как минимум, а реально полгода, именно на таких работах, на хлопке, на винограде. Мы резали ветки, потому что была засуха, был тотальный дефицит. Никакой медицины, никакой инфраструктуры. Безнадежность полная. Да, ты получал образование, но все равные получали минимум. Была система прописки. Ты не мог уехать жить в другом городе, если у тебя нет прописки. Ты не мог устроиться на работу. То есть это была одна из самых ужасных политических систем. И вы, молодежь, не верьте, что Советский Союз был хороший. И вот сейчас вы видите, что нынешний режим, он осколок того самого Советского Союза, лживого, опасного и страшного, который именно поэтому развалился. Но когда Советский Союз развалился, он хоть развалился, часть республик, что называется, получили якобы независимость, но осталась Россия, как государство и ряд других республик внутри интегрированы. А что будет с нашей страной, если мы будем жить именно в системе ложных ценностей, знать, что тебя обкрадывают и потом получать эти подачки, целовать руки Булату Назарбаеву, приветствовать на султана Назарбаева. Что будет, когда развалится Казахстан? У нас нет такой ситуации, как в Советском Союзе, который потерял 15 республик, но при этом дальше Россия осталась. Она может еще раз потерять, но все равно страна останется. А что будет с Казахстаном, который может развалиться? Да, вы понимаете, мы будем, по сути дела, жертвами крупных стран, такого как Китай, который нас просто проглотит. А проглотит почему? Потому что мы живем в лживой системе ценностей. В лживой системе ценностей мы все прекрасно знаем, что это ложь, что это нехорошо, что это неправда. Мы знаем, что эта политическая верхушка нас грабит, и мы молчим, терпим. Именно так было в Советском Союзе, который репрессировал. Люди гибли миллионами. Голодомор в Украине, в Казахстане, во многих странах, вот точнее во многих республиках, так называемых республиках Советского Союза это происходило. Миллионы шли под репрессии, но народ молчал. В итоге государство развалилось. И мы сейчас тоже в такой же опасной ситуации, и это все происходит, потому что мы живем в системе ложных ценностей. Уважаемые друзья, вы, наверное, видите, как на ваших глазах не очень высокая, большая прослойка людей борется с этим режимом. Они выходят на митинги, они преследуются, они живут в трудных условиях. Вы знаете, что так называемых лидеров, я говорю, почему так называемых, потому что лидеры Демократической Республики или той самой стране, где происходят репрессии в том виде, который сейчас есть, они условные лидеры, потому что этот режим их убивает, сажает в тюрьму, выгоняет за пределы страны. И борьба не останавливается, но она, к сожалению, ведется узкими группами. Вы, наверное, помните много фамилий, которые сейчас находятся в тюрьмах и требуют поддержки. Они находятся в тюрьмах, потому что режим не чувствует массовой поддержки со стороны граждан. Вот посмотрите, я просто даже перечислю последние фамилии, которые попали в тюрьму, отстаивая наши права и свободы. Серик Жахин, Булатхан Жунусов, вот яркая фигура, человеку 68 лет, майор МВД, он четко отставил позиции, когда судья спросил, кого он имел в виду, когда он сказал, что шал должен уйти, шал кит. Он прямо сказал, я имел в виду Расултана Назарбаева или Демиева, Джаукерова, Шевчук. И у нас таких героев немало. Мы, когда сейчас, как бы получили независимость, вспоминаем наших героев Алашевцев, когда впервые сформировалась независимая республика. Мы их поднимаем, мы вспоминаем, но вот они герои, вот они герои рядом с нами, и они нуждаются в массовой поддержке. Они не просят, чтобы вы пришли на плов, как это было в Шардаре. Когда 30 тысяч человек пришли туда, они таким образом оказали поддержку кому? Почему? Этому режиму? Они поддержали кого? Педофила Булата Назарбаева. Эта система ложных ценностей завтра приведет к тому, что мы просто потеряем независимость. Потому что страна не может жить во лжи. В конце концов, все это приводит к развалу. А у нас нет внутри 10 республик. Мы одна, единственная республика, республика Казахстан. И до тех пор, пока мы реально не будем влиять на власть, реально не станем источником власти, мы находимся под угрозой развала нашей страны. И мы тогда будем говорить, что мы потеряли свою независимость, как нет независимости. Уйгуров, курдов, более 40 миллионов человек. У них нет своего государства. Сейчас владельцем нашего государства является Нуртутан Назарбаев. И мы каждый день находимся под угрозой, что мы как уйгуры, как курды и как некие другие нации просто потеряем свою страну, свою независимость. Вы помните, наверное, как евреи тысячи лет были в изгнании, а затем они через многие тысячи лет сумели создать государство Израиль. Не хотелось бы, чтобы мы потеряли свою независимость. А мы можем потерять свою независимость, если будем жить в системе ложных ценностей. Уважаемые друзья, 26 октября, завтра, мы призываем вас прийти на митинг. Мы говорим, нет китайской экспансии. Мы говорим, что поддержите наших героев, наших политических заключенных. И мы говорим свободу политическим заключенным. Мы говорим послу Китая, который ведет себя как наместник, наместник империи. Он не ведет себя как посол, который должен способствовать развитию дружеских отношений между нашими странами. Он вызывает только чувство гнева и возмущения. Это Джан Сяо. Мы говорим Джан Сяо, вон из Казахстана. Мы призываем вас завтра выйти на митинг. Мы призываем вас действительно построить республику. Не монархический режим, но султан Назарбаева, который прикрывается названием республика. А построить реально независимую республику. Сильную. И как я говорю, мы должны построить крутую страну, крутую республику. А это возможно только тогда, когда весь народ возьмет в руки свою власть. Действительно, как говорится в нашей конституции, народ должен стать источником власти. И шанс этот у нас есть. Как этот шанс реализовали армяне. Вы видите, полтора миллиона, шести миллионного народа ливанцев вышли на улицы. И все вооруженные силы страны объявили, что они переходят и перешли на сторону протестующих. Когда силовые органы переходят на сторону народа? Когда они видят, что народа на площадях много. Для того, чтобы нам сменить режим, нам нужно от 500 тысяч до миллиона протестующих по всей стране. Мы тогда мирным путем сменим власть. 26 октября, 14.00 по местному времени, мы проводим митинги. И это один из наших шансов для того, чтобы мы построили действительно республику. Алга, Казахстан.